Как создать среди талантливых школьников раннее профессиональное сообщество, которое сможет интегрироваться во взрослую жизнь и полноценное решение стоящих перед обществом задач? О работе образовательного центра «Сириус» и о достижениях его подопечных в итоговом интервью нашему каналу рассказала руководитель центра Елена Шмелёва. Елена Владимировна, образовательный центр для одарённых детей «Сириус» работает в Сочи уже несколько лет. Всё ли удалось? Что задумывали? И как бы Вы оценили итоги работы центра в 2018 году? Мне кажется, что удалось. Модель очень востребована. 26 тысяч выпускников практически у нас за эти годы. Мы работаем 3,5 года, меряем себя учебными годами. У нас нет регионов, откуда не приезжали дети, хоть по какому-то из направления. Направления у нас три больших – спорт, наука и искусство. И дальше они представлены теми самыми сильными педагогическими и профессиональными школами, благодаря которым Россия была всегда известна. И эти ребята, которые выпустились, в том числе по этим программам, от этих педагогов точно так же представлены на всех сегодня мировых площадках. Это и математика, и физика. Мы видим наших победителей с международных олимпиад. Мы видим наших детей балета, музыкантов. Мы видим их сегодня и Иван Бессонов, один из последних побед и выпускников «Сириуса». У нас фактически раз в год формируется молодежная сборная России по хоккею. Фигуристы, шахматисты – все они показывают, насколько эффективно можно готовить за короткий срок, который они проводят в «Сириусе». Потому что часть ребят может вернуться два и три раза, но все они получают возможность учиться у лучших педагогов России. Если говорить о 2018-м, сколько ребят прошло обучение в вашем центре, и какие планы на 2019-й? До 9 тысяч человек учатся по нашим интенсивным профильным программам каждый год. 300 человек приезжают каждый месяц по науке, 200 по спорту и 200 по искусству. У нас примерно равные доли всех ребят на площадке, программа проходит одновременно. И в этом отдельная особенность «Сириуса», когда ребята разных направлений находятся в течение программы вместе. Это очень обогащает и профессионально, и в человеческом плане. Мы видим, что фактически сложилось уже такое товарищество выпускников «Сириуса». Ребята действительно испытывают с одной стороны ностальгию, с другой стороны у них действительно меняется круг общения, и они выбирают следующие шаги, и в том числе партнеров. Всегда в наших программах есть и ведущие вузы, и ведущие компании, которые потом их поддерживают, и многие из ребят уже проходят стажировки и готовятся к тому, что получат предложение от партнеров «Сириуса». А какие новые компании-партнеры появились у «Сириуса» в этом году, и с какими предложениями они к вам приходят? Или вам приходится их разыскивать и самим им предлагать сотрудничество? С каждой компанией процесс по-своему уникален. Сначала это лекции и для профильных программ, иногда это просветительская работа. Мы собираем большие аудитории вокруг «Сириуса», и те, кто приезжает в Сочи, и те, кто учится. Мы даже сегодня открыли два инженерных класса для сочинских школьников. Дальше речь идет про обсуждение тех проблем, которые решает компания. Часть из этих проблем становится частью образовательных программ. И в целом у нас сегодня есть примеры, когда консорциум наших компаний, включая университеты, создают программу уже для выпускников «Сириуса». И мало того, пять компаний уже открыли офисы, переехали в Сочи. И мы сейчас интенсифицируем эту программу с выпускниками. Они точно такие же интенсивные. Они имеют практические модули и практическую возможность получить стажировку компаний-партнеров. Это компания IT-сектора, Яндекс, ОЦРВ – это дочерняя компания РЖД, разработчик. Есть Тинькофф Банк, есть Департамент информационных технологий Москвы, который очень часто присутствует на наших программах. И есть компании, которые связаны с генетикой, наукой о жизни. Это второе направление после информационных технологий, которые мы серьезно развиваем. Компании Биокат, МГУ, кафедра генетики – это те ближайшие партнеры, с которыми мы сегодня открываем новые программы. Я знаю, что уже больше 30 регионов работают по открытию подобных центров у себя на территории. Скажите, насколько сложно открыть подобные центры? Насколько сложно найти квалифицированные кадры? Насколько сложно даже вот эти все бытовые сложности найти помещения, найти деньги, найти поставщиков оборудования? Ну, вы перечислили много факторов, которые действительно определяют успех любой программы. Самое главное – это, конечно, педагоги и желание региона системно выстраивать эту работу. Мы работаем три с половиной года. Два года тому назад Владимир Владимирович, который сам во многом очень развивает «Сириус» и заложил вот эту модель, по которой мы развиваемся, дал поручение губернаторам Министерства образования в то время. И с тех пор мы работаем с каждым регионом. Мы помогаем методически, мы повышаем квалификацию педагогов. В этом году в «Сириусе» отучилось 722 педагогов, в следующем году мы ждем 1200 человек. И мы видим, что программы для школьников, программы для педагогов во многом уже начинают совпадать. Мне кажется, мы пришли к тому времени, когда мы все, и ученики, и учителя должны все время учиться. Нам нравится развивать эту среду в «Сириусе». И мы видим, что фактически вот это сообщество все время к нам возвращается и расширяется. Поэтому, конечно, педагоги и системная работа, которая началась в регионах, это основа. Очевидно, что везде есть своя специфика региональная. Она связана и с компаниями, и со стратегией развития региона, и с теми сильными традициями, которые представлены в том или ином регионе. Но нам кажется, что вот это разнообразие дает такую сильную, горизонтальную какую-то возможность двигаться в том числе и сильным педагогам, и ребятам. Мы видим специфику, и эта сеть начинает учить друг друга и помогать друг другу выстраивать такую работу. Если говорить о регионах, насколько сильно ощущается разница в образовании школьников в крупных городах, это Москва, Санкт-Петербург, может быть, Екатеринбург, какие-то другие, и небольших городах? Очевидно, разрывы есть. Есть они не обязательно в зависимости от региона. Действительно, наверное, есть разные школы, разные возможности у педагогов заниматься в рамках дополнительного образования и, конечно, и разная инфраструктура. Очевидно, что те ребята, которые выходят за рамки школьной программы, нуждаются в том, чтобы их вели, чтобы им показывали и рассказывали, что действительно сегодня востребовано, и где максимальная заинтересованность тех компаний, которые находятся вокруг школы. Но мы видим, что школы раскрываются, и компании все больше и больше приносят свою тематику. Мы видим, что во многих регионах очень сильна роль университетов, ведущих университетов, они открывают свои лаборатории, и мы видим, что меняется само отношение к тому, как выстраивать программы, как повышать квалификацию педагогов. И нам кажется, что модель становится все более и более устойчивой за счет того, что у каждого есть свои роли. Но нам бы, конечно, хотелось, чтобы та региональная специфика, которая определяет приоритет каждого региона, была ярче представлена в программах, и у ребят была бы возможность раннего выбора, то, что у них получается лучше всего. Мы видим, что и в восьмом, и в девятом классе есть уже примеры, когда ребята действительно выполняют настоящие задачи, у них хорошие результаты, и они, в общем-то, делают серьезный вывод о том, чем будут они заниматься в дальнейшем. Как вы оцениваете в целом по России вот это взаимодействие между школами и крупными университетами в регионе, научными центрами, крупными отраслевыми предприятиями? Конечно, это сложная работа. Ее сложно выполнить, потому что кадры, научные проблемы, региональные возможности и представление о том, как будут развиваться национальные проекты и региональные, к сожалению, сегодня неочевидная информация для всех. И нам кажется, что это тоже задача Сириуса собирать эту информацию и говорить о приоритетах, говорить о направлениях. Конечно, никто из нас четко не может предписать, какие шаги надо сделать, чтобы точно добиться успеха в выбранной сфере. Но мы можем показать тенденции, мы можем рассказать от первого лица, как развивается то или иное знание или технология. И самое главное, все вместе обсудить, как надо развивать технологию, чтобы она была применима к повышению качества жизни, к поиску каких-то, может быть, простых решений, но которые действительно меняют окружающую среду или какие-то условия нашей жизни. Это очень важно для ребят, потому что мы говорим о школьниках. И Сириус, и региональный Сириус – это во многом воспитательные проекты. И, очевидно, очень важно, чтобы к ребятам приходили те самые взрослые, которые серьезно относятся и к ним, и к программам, и которые сами ставят и решают те задачи, в которые вовлекают ребят. Только таким образом, наверное, мы создадим вот это раннее профессиональное сообщество, интегрированное в полноценное взрослое сообщество и в полноценное решение задач. И тут, конечно, очень важно создавать еще среду. Фактически в Сириусе мы видим, что вокруг наших узкопрофильных программ, сильных педагогов, сильных партнеров, по-другому стала развиваться среда. Мы строим концертный зал, у нас есть искусство, балет, у нас есть очень много партнеров, которые привозят выставки. И мы видим, что без такого взаимодействия невозможно говорить о творчестве, невозможно говорить о каком-то таком длинном планировании, наверное, взаимодействия с теми, кому сегодня по 14-15 лет. По поводу работы детей со взрослыми. Это же в какой-то мере система наставничества. Та самая система наставничества, которая была опробована совсем недавно в конкурсе лидера России. Там, правда, уже соревновались взрослые люди, руководители, управленцы. По-вашему, насколько эффективна вот эта модель наставничества? И хватает ли времени у наставника на своего подопечного? Потому что, как правило, это очень востребованные люди, востребованные бизнесмены, ученые. И у них время расписано по часам и даже по минутам. Но, мне кажется, вот на примере Сириус, когда создается такая живая среда живого знания и заинтересованных людей, время становится такой иногда не физической величиной. Потому что, когда в одном пространстве школьник может задать вопрос, не знаю, Нобелевскому лауреату, и этот вопрос связан с его каким-то там действительно восприятием себя в профессии, и услышать ответ, адресованный только ему, это, наверное, во многом может определить его дальнейшие шаги. И Сириус, мне кажется, показывает именно это. То есть, должна быть создана профессиональная среда, где интересно всем, где говорят о нерешенных задачах, где сама среда позволяет, ну, как-то и получить вдохновение, и действительно обменяться уникальными знаниями. И все это доступно ребятам из всех регионов. То есть, вот эта динамика людей, динамика программ, и динамика смыслов, которые привозят к нам и ведущие ученые, и педагоги, и тренеры, и артисты, наверное, определяет то, что сегодня очень высокие конкурсные программы. Ребята действительно показывают выдающиеся результаты, они поступают на самые сложные направления подготовки ведущие российские вузы. Мы сегодня делаем с партнерами все, чтобы они оставались в Сириус онлайн, а это опять очень короткое плечо вокруг наставника, вокруг того, кто формирует команду под решение своей задачи, и это всегда еще среда информационная. Чем лучше мы наладим обмен информацией, тем больше мы увидим каких-то команд из выпускников Сириуса, из ребят, которые становятся видны на уровне региона, и из тех новых проектов, которые мы видим и в регионах, и на национальном уровне. Все они соответствуют стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, и вот эти научные технологические задачи, они начинают пронизывать все и уходят в школу. И тогда у нас предметы превращаются в межпредметные проекты, а педагоги, фактически представляющие естественно научные и точные дисциплины, формируют вот эту среду наставников в одной школе. Вы открываете в Сириусе инновационный научно-технологический центр. Расскажите, что это такое, что там будут создавать? Ну, фактически это как раз продолжение линейки. Мы растем вместе с нашими детьми. Если Сириусу 3,5 года, то некоторым из наших выпускников, значит, они заканчивают второй, кто-то учится на третьем курсе. Мы, конечно, очень рады, что все наши компании и партнеры понимают, насколько сократился вот этот путь от школьника до молодого сотрудника. И мы видим, что очень многие компании готовы создавать не только короткие программы, но и длинные программы сопровождения, которые связаны с тем, что ребята могут еще, находясь на университетской скамье, приходить на стажировки. И мы понимаем, что для этого нужна среда и уникальные условия постолимпийского наследия. Мы счастливые наследники Олимпиады. И мы считаем, что мы уже внесли очень много смыслов, которые продолжили не только спортивные успехи, но и успехи в области культуры, в области науки. И, конечно, это с одной стороны среда, которая фактически очень важна и привлекала внимание и каждого россиянина, и, наверное, всех в мире. И по-прежнему вот эта идеология, она сохраняется. Приезжают компании, которые действительно разрабатывают новые проекты, и которые обязательно закончатся внедрениями, а значит, новыми рабочими местами. Я уже сказала, что два направления являются приоритетным для инновационного научно-технологического центра «Сириус», который расположится на территории вокруг «Сириуса» фактически, в Амеретинском районе. Информационные технологии, искусственный интеллект, генетика, науки о жизни и когнитивные исследования. Мы активно развиваем и продвигаем исследования, связанные с нашими различиями в том, как мы усваиваем информацию, как мы учимся, как мы взаимодействуем друг с другом. И таким образом, вот эти три основных научных и технологических направления составят базу инновационного научно-технологического центра. А задача создавать новые технологии, повышать экспортный потенциал и включать наших ребят как можно раньше в эти проекты. Елена Владимировна, спасибо большое за это интервью. Спасибо, Елена. Спасибо.